Приветствую наших уважаемых подписчиков, читателей и зрителей. Итак, я решил немного развить тему православных пророчеств о скором уходе Путина и приходе нового, действительно великого лидера России, который вновь сделает Россию великой и процветающей и выведет на новый путь развития все человечество. Как я сказал уже, это пророчество уходит в глубину веков. И РПЦ хочешь не хочешь, но приходится признавать ужасное. Путин скоро уйдет. Но появилось новое толкование этих пророчеств. Есть пророчество святителя Брянченина, сделанное в 19 веке, которое в общем подтверждает указанное пророчество. Но есть также его толкование профессором богословия Алексеем Осиповым, который утверждает, что если уйдет Путин, то ни больше и ни меньше. Наступит конец света. Я детально рассказал об этом ролике РПЦ. Путин скоро уйдет и придет антихрист. Правда, единого мнения по этому вопросу в РПЦ нет. Ссылка будет под роликом. После этой заявочки Осипова, которую он, кстати, вовсю пропагандирует на Ютубе, появились альтернативные мнения православных людей, утверждающие, что пророчества Брянченина толкуются неправильно. Одно из таких пророчеств – пророчество Василия Немчина, утверждающее, что новый великий лидер России не будет антихристом. Я уже дал. Его я детально описал в ролике «Немчин» о скором уходе Путина и приходе нового великого лидера. Ссылка будет под роликом. Но есть проблема. Нет доказательств того, что православный пророк Немчин действительно сделал такое пророчество. Более того, нет даже доказательств того, что Немчин действительно существовал, а не является вымышленным персонажем. Об этом тоже детально лучше посмотреть в указанном ролике. А вот с монахом Аверем ситуация несколько другая. Во всяком случае, он, похоже, точно существовал и известны даже годы его жизни – 1757 и 1841. Он прожил очень долгую жизнь – 84 года. И очень нелёгкую, кстати. Его имя в миру – Василий Васильев. Вот, кстати, как он якобы выглядел. Пророчество он начал делать ориентировочно в конце 80-х годов XVIII века. И они сразу повергли высшую элиту России в шок. А потом и ещё в больше шок, так как начали сбываться. Он, дескать, написал книгу своих пророчеств, в которой, так сказать, для начала, предсказал скорую смерть Екатерины II. Екатерине рекомендовали его казнить, но она смелостилась над ним и посадила в Шлиссер Бургскую крепость. И вскоре умерла, как и было предсказано. Зашедший на престол, Павел I выпустил его и сослал в Кострому, в которой тот предсказал скорую смерть уже Павла. И опять сел, теперь в Алексеевский, равелин. Дальше история практически один к одному повторялась несколько раз. И в сумме он отсидел 20 лет. А предсказания между тем сбывались и сбывались. И то, что его заключали в кюрьму, ну никак не помогло властям сделать так, чтобы они не сбывались. Княги пророчеств он якобы написал две, но обе до нашего времени не дошли. Сохранились якобы лишь фрагменты. Но они настолько не нравятся иерархам РПЦ, что практически все объявлены фальшивками. И понятно, он тоже полностью подтверждает пророчество на скором приходе нового, действительно великого лидера России. Но он и близко не называет его антихристом. А напротив, называет его избранником Божьим. И он также предсказывает России великую судьбу. Вот фрагмент из ролика с канала осознания, с этим пророчеством. Древнее пророчество монаха Авеля, 1757-1841, о будущем России. Авель верно предсказал и даты ухода из жизни российских самодержцев, и времена войн и революций. А вот его предсказание, как считают исследователи о нашем времени. В далеком будущем России будет править избранник Божий, и имя его трикратно суждено в истории России. Но его имя будет сокрыто до времени. Велика станет Россия. Она вернется к истокам древней жизни своей. Великая судьба предначерта на России. Что это могло быть за имя? Напишите в комментариях ваше мнение. Впрочем, тему антихриста, кого под ним понимать, и хорошо это или плохо, думаю, закрывать еще очень рано. И надеюсь, мы к ней еще вернемся. Лично мне здесь очень интересны пророчества богоборцев, гностиков, а точнее альбигуйцев. И я очень хотел бы о них рассказать. Напоминаю, ноосферное мировоззрение, толкование Роберта Бордини, богоборческое. Иван Ефремов это очень хорошо показал между строк. В своих книгах. Ученики Ефремова, братья Стругацкие, успели открыто заявить, что из всех мировоззрений, выработанных человечеству, им ближе всего гностицизм. А другой ученик Ивана Ефремова, Олесь Бирник, издал об этом две откровенно богоборческие книги. Одну из которых он каким-то чудом умудрился издать в Советском Союзе. За что сил на четыре года. Обе книги возвращают доброе имя сатане. Непонятно, я хотел бы об этом детально рассказать. Все эти пророчества и в самое ближайшее время не оставляют ни одного шанса. Ни Путину, ни номенклатуре, ни РПЦ. По сути, они утверждают, что поклонение еврейскому богу, которому поклоняются в том числе и так называемые православные люди, слово и так, более чем сильно в наше время ослабшее, скоро закончится вообще. И в мире полностью и окончательно победит богоборческая идеология. Идеология, исходящая из того, что если еврейский бог реально и существует, то он никакой не бог, а обманщик и законченный подонок, с властью которого нужно бороться. Поэтому она и богоборческая. И вначале новая богоборческая идеология победит в России. Что, впрочем, на фоне Великого Октября и деятельности Владимира Ленина, думаю, закономерно. Но об этом, надеюсь, мы детально поговорим позже. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь муликацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации. Поддерживайте канал донатами. Ссылка, по которой каналу можно оказать помощь, будет под роликом. Субтитры подогнал «Симон»